Женская теннисная ассоциация представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах. Так, лучшая казахстанская одиночница Елена Рыбакина, дошедшая до четверть финала Ролан Гарос, сохранила за собой четвертое место. Вторая ракетка страны Юлия Путинцева потеряла две позиции, опустившись на 41 место. И прямо сейчас все подробности нам готов рассказать наш спортивный обозреватель, коллега Алишер Накипов. Алишер, так кто у нас на сегодня лидер рейтинга? Доброе утро. Лидерам рейтинга осталась Полька Игош Швентек, а Курик Гауф и Арина Соболенко поменялись местами. Американка теперь второй номер, а белорусская замкнула топ-3. Лучшая казахстанская парница Анна Данилина улучшила свое положение на три позиции, поднявшись на 54 место. Новым лидером рейтинга в парном разряде стала бельгийка Лизы Мертенс, располагавшаяся ранее на ступеньку ниже. Капитан Хайрата и сборная Казахстана по мини-футболу Лео Гита оказался в центре скандала. На пути к клубному автобусу знаменитый вратарь прошел по шарфам и флагам клубов Ахтубе и Астаны, которые разложили фанаты. После того, как видео опубликовали, это вызвало сильное возмущение болельщиков на своей личной странице в инстаграме, Лео Гита уже извинился. Он признал, что не понимал критики своего поступка, пока не посмотрел на отснятые кадры. Простите меня Ахтубе и Астана за то, что позировал на ваших шарфах. Это никогда не было моим истинным намерением. Все произошло очень быстро и только после просмотра видео я понял, что это шарфы Ахтубе и Астаны. В обоих городах ко мне всегда относились хорошо и у меня не было причин делать занамеренный жест против них. Вместе с Гитой извинился его клуб. С заявлением также выступила Ассоциация футзала Казахстана. 37-летний вратарь выступает в нашей стране с 2009 года, а за Хайра с 2011. В составе алматинской команды он дважды выиграл Лигу чемпионов и пять раз его признавали лучшим вратарем мира. В 2013 году Гитая получил паспорт Казахстана. Натурализованный бразилец до сих пор остается одним из лидеров сборной, с которой выигрывал бронзу Евро-2016. В сентябре спортсмен должен сыграть на чемпионате мира. Константин Малиновский занял шестое место на Кубке мира по пулевую стрельбе. В немецком Мюнхене накануне завершился крупный турнир, в котором принимали участие более 600 лучших снайперов планеты из 88 стран. Для спортсменов это была последняя возможность продемонстрировать свои навыки перед стартом Олимпийских игр в Париже. По информации пресс-службы Дирекции развития спорта в финале соревнований по стрельбе из винтовки с 50 метров в трех положениях, Малиновский набрал почти 420 очков. В результате Казахстанец занял шестое место. Отмечу, что это второй финал Константина в личном зачете на этапе Кубка мира в этом году. Месяц назад в Рио-де-Жанейро он установил рекорд Казахстана в квалификации в этой программе и занял пятое место. Данная стрельба еще считается самым древним. Здесь еще проходила Олимпиада в 70-х годах в Мюнхене. Это генеральная репетиция перед Олимпиадой. Здесь участвуют лучшие стрелки всего мира. Сейчас я стрелял в финал с такими соперниками, как норвежцы, венгры, индусы, китайцы. У всех имеется лицензия на Олимпиаду. Я стреляю с ними наравне, и мы можем с ними бороться и побеждать. Перед ребятами стояла задача попасть в финал и в финальной части уже бороться за медали. Многие приближались. Сапаев, Ислам, Ли Александра, они приближались к этому. Но результаты настолько плотные и высокие на этих соревнованиях, потому что здесь принимает участие количество спортсменов, такое, которого еще никогда в жизни не было. Этот Кубок Мира проходит только по пулевой стрельбе и принимает участие 612 спортсменов из 88 стран. И результаты очень высокие и плотные. То есть все сюда приехали, как на последнюю тренировку перед Олимпийскими играми. Ребята старались, никто не сдавался, все стремились попасть в высокие результаты. Но только удалось Валеновскому Константину войти в финальную часть упражнения. Коллеги, к этому участвуют все актуальные спортивные новости.